Продолжение следует... Продолжение следует... Не, не, мы дадим только в аренду, потому что вечный бизнес. Он говорит, смотрите, я вам даю совет. Вечного бизнеса не бывает. Не влюбляйтесь в недвижимость. Дают хорошие деньги, продавайте. Нельзя влюбляться, потому что основа бизнеса – зарабатывание денег. И я считаю, что это верно. Все, что связано с бизнесом, я вам могу прямо сейчас все продать. Начиная с машины, на которую я приехал. Дайте хорошие деньги, забирайте. Реально мне на работу хочется идти. Я утром встаю в 7 часов. Думаю, что понедельник, что воскресенье для меня, что суббота одинаковая. Мне интересна работа. Я создаю команды, я создаю бизнеса, мотивирую, даю им полномочия, контролирую и не вникаю в процессы. Мне зачем заниматься с утра до вечера оперативным управлением? Нет, я считаю, что это неэффективно. Я могу потянуть один или два бизнеса, а так у меня 50. Знаете, когда приходишь к чиновнику, у него приемная 100 человек, и ты к нему заходишь и говоришь, ты видишь, как я работаю? Ты видишь, сколько у меня людей приемная? Так я считаю, это катастрофа. А ты не работаешь, у тебя не должно быть людей. Потому что они все бегают спросить у тебя, что им делать. Людей много приемной, ты плохой менеджер. Я не беру вообще никого родственников на работу. У меня даже сын не работает у меня. Берите людей на работу, которые вы можете быстро и продвинуть, и можете с ними расстаться. С родственниками вы же не расстанетесь. Я не беру на работу человека, который на протяжении своей трудовой деятельности каждые два года меняет работу. И я точно не беру на работу человека, который минимум год уже нигде не работает. Вот если он говорит, я пока в поиске, потому что хороших компаний нет, я сижу дома, смотрю телевизор, но я хотел бы у вас работать. Мы часто думаем, знаете, будет доллар, не будет доллар, а развалится Евросоюз, не развалится Евросоюз. Я хочу вам предложить меньше думать о будущем, больше считать книг, меньше смотреть телевизор. И быть эффективным и сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!